Онлайн-шоппинг с Анеттой. Привет-привет, добро пожаловать на мой канал, если вы видите меня впервые. Меня зовут Анетта, и сегодня я принесла вам еще одно, надеюсь, полезное видео. Если вы видели на моем канале, ранее была подборка магазинов и вещей для девушек плюс сайз, для полных девушек и женщин. И сегодня это будет подборка, как вы поняли из названия, для девушек с невысоким ростом. И официально невысоким ростом считается до 5,3 фит или до 160 сантиметров. 160-162 это считается невысокая девушка, невысокий человек. И скажу вам сразу, если вы ожидаете в этом видео, как вот любят делать другие стилисты, что ни в коем случае нельзя вам носить вот это, кюлоты забудьте, то не носите, это не носите, это не то видео, ребята. У меня другой подход. Носите то, в чем вы себя чувствуете комфортно и сексуально. Это видео я делаю исключительно по той причине, что девушкам с невысоким ростом сложнее выбирать одежду, которая сидит. Так, например, если девушка невысокого роста, топики на лямках будут заканчиваться, вот примерно лямки будут заканчиваться примерно здесь, и вся грудь будет вот здесь. Или, например, брюки будут слишком длинные, или талия платья будет слишком низко, потому что рассчитано и пошито на высоких девушек. Та же проблема у высоких, только наоборот. Поэтому сегодня я хочу поселиться с вами именно одеждой, которая будет нормально сидеть, и которая будет, по моему мнению, стильно, выигрышно в тренде на данный момент. Все-все ссылки будут внизу под видео. У меня с собой здесь компьютер, даже на отдыхе я работаю, естественно. Поэтому очень надеюсь, что вам понравится, надеюсь, вы меня поддерживаете. Не забывайте подписываться, дайте мне знать в комментариях, если бы вам было интересно увидеть такое видео, например, для высоких девушек. Возможно, вы хотите видео просто о том, что рекомендую приобрести на зиму. В общем, я с вами, дайте мне знать, чего вы хотите. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, к вашим просьбам. И на этот раз, если в прошлой подборке я делала различные магазины, американские и китайские, в этот раз я решила сделать все намного проще и найти ссылки на Асос, потому что я знаю, что очень-очень многие русские люди этот сайт знают и любят, и там очень простая система возврата, можно все это отправить обратно, если вам не подошло. В общем, приступим. Итак, на сайте Асос есть отдельная категория аппетит и также еще офф-топик. Я буду пользоваться сайтом с ценами в US, в долларах, потому что мне не раз в комментариях писали, что вам удобнее. И начнем, я думаю, мы с верхней одежды. Вот и первый. Первый – это вельветовая куртка-пуховик, которая просто очень необычно смотрится. Это вот серьезно мало что... Турки. Мало что я видела вот такую. Она очень интересная. И размеры тоже есть все. Это вообще отлично. Дальше такая более эксцентричная и кичевая, скорее, вещь – это белая шуба. Искусственно она смотрится достаточно натурально. Натуральный мех я не поддерживаю. Думаю, куда бы мне избавиться от моей норковой шубы. Пока не придумала, потому что выбрасывать не хочу. Я когда-нибудь перестану уходить офф-топик. Ну ладно. Сразу вертолеты тут полетели. Мне кажется, с ней можно очень много классных стильных образов обыграть. Именно в том плане, что вот для зимы что-нибудь с платьями в пол, или брюками, или кулотами, или высокими сапогами. В общем, много что стильного можно придумать. Далее для миниатюрных девушек классическое пальто бежевое с черными пуговицами. Тут про него мало можно что сказать. Это классика. Далее более трендовая такая вещь – это пальто Тедди. И чем мне нравится конкретно вот это, то, что оно такого нежно-розового пастельного цвета. И, на мой взгляд, это смотрится более выигрышно, чем вот эти популярные бежевые Тедди, потому что они, на мой взгляд, совсем утрированные. Это как-то поинтереснее. Дальше куртка. Это про... Успокойся, Анетта. В общем, мне очень-очень нравится эта байкерская куртка с меховыми рукавами. Потрясающе стильно смотрится. Просто нереально. Я не знаю, есть ли она такая полноразмерная. Даже вот посмотрите, как на девушке это смотрится. Это просто невероятно. Размеры есть, но только чуть побольше, которых совсем маленьких нет. Так что, если вам что-то понравилось, то скорее разбирайте, потому что очень крутые вещи их разбирают моментально. Сами понимаете. Еще одна крутая-крутая-крутая авиаторская куртка с бордовой отделкой меховой. Очень-очень стильно и дорого смотрится. И, кстати, здесь везде на моделях указан рост их и размер, который они носят. Так что, это вам для ориентировки. Супер, вообще супер! Окей, успокойся, Аннетта, успокойся. Это всего лишь одежда. Еще в тему отделки это джинсовая куртка с флисом. С флисовым воротничком и внутренностями. Это такая транзитная вещь из зимы в весну, из осени в зиму. Тренч от Вера Мода. У меня у самой есть тренч от Вера Мода. Я его буду выставлять в свой магазин на ebay. У них хорошее качество. Для такой цены это отлично. Размеры тоже есть. Следующая куртка, это просто суперский. Мне нравится натуральная замша. И, опять же, у меня подкупил этот нежно-розовый, не банальный, не баблгамный цвет. И сам крой, конечно, это база. Это супер. Далее пуховик из разряда погулять с собакой, выйти в магазин. К нему нет каких-то особых претензий. Это вот такая, опять же, базовая, теплая вещь. И размеры есть вообще абсолютно все. Теперь перейдем к платьям. Я это стараюсь делать по категориям. Немного трендов остался один размер. Оно потрясающее. Просто потрясающее, не банальный леопард. Отлично сидит на девушке. Я прям представляю на миниатюрной фигуре. Это будет просто огонь. Огонь. И вот эта девушка ростом 163. Очень красиво смотрится. Еще немного трендов. И на этот раз размеры есть все. Еще один не банальный, такой не избитый, не пошлый принт животного. То есть, понимаете, тот же леопард леопарду рознь. Это может быть пошлый и изъезженный леопард, а может быть такой очень стильный. Плюс с интересным кроем вот этого платья тоже смотрится супер. И будет, кстати, хорошо смотреться и на полненьких, невысоких девушках. Слушайте, вот это платье, оно, я не знаю, оно просто меня приворожило. 56 долларов вот с цветами, с вот этой деталью потрясающей. Ах, очень красиво. Размеров много, в принципе. Если вот на какое-то событие, или, возможно, я бы даже, не знаю, на какой-нибудь корпоратив или что-то в этом роде, очень не банально. Одна базовая вещь, базовая платьица на миниатюрных девушках. В принципе, как и на большинстве девушек, так такой фасон будет смотреться шикарно. Это платье в рубчик, в полосочку. Его можно стилизовать просто совсем чем угодно. Ну, базовая вещь. Следующее платье очень дешевое. Одно из самых дешевых, наверное, в этой подборке. Всего 13 долларов. Размеры есть только те, которые побольше уже. Я подозреваю, что оно может быть слегка прозрачным, но оно такое сексуальное, из разряда новогодняя шалунишка. Что? В общем, интересный вариант в любом случае. Следующее платье мне очень понравилось. Оно такое женственное и будет хорошо смотреться, мне кажется, как на таких совсем миниатюрных хрупких девушках, так и на более таких девушках в теле. Это платье без плеч. И вот, например, если руки, это ваша проблемная зона, оно тоже их прикроет. Оно откроет плечи, разрез. В общем, интересный крой и 40 долларов. Абсолютно резонная цена, на мой взгляд. Очень, очень необычно смотрится. Следующий вариант еще одна такая базовая интересная вещь, которую можно сочетать со всеми, обыгрывать с аксессуарами. Это платье в горошек с вот такими вот пуговицами. Мне почему-то очень понравилась вот эта деталь в форме пуговиц. Мне кажется, как-то вот она вытаскивает банальность этого платья и базовость его. Его я прям вижу как и с грубыми ботинками, так и с сапогами выше колен, так и можно даже с босоножками летом. И так далее и тому подобное. Следующее платье, это просто вот, это когда я увидела, я подумала, что Дольче и Габбана сделала что-то за 100 долларов. Потому что это потрясающе. Просто вот как на нем... Ну, вы видите сами, что я буду тут слова тратить. Оно невероятное. И для него 100 долларов, это просто, просто даром, на мой взгляд. Очень красиво. Вот очень такая женственность. И опять же, будет очень выигрышно смотреться как и на хрупких девушках, таким с мальчишеским телосложением, так и на девушках с пышными формами. Обожаю такие варианты, которые могут подойти многим людям. Стараюсь включать как можно больше вот именно такого. Следующее платье, я называю такие платья на каждый день на работу. Это вот такое желтого горчичного цвета с драпировкой на животе. То есть, если, возможно, у кого-то живот, это та часть, которую вы не хотели бы подчеркивать и обтягивать, то это вот ваш вариант. Так, по размерам у нас. Что размеры есть вообще абсолютно все? Интересный вариант. Может подчеркнуть грудь, если она у вас есть. Вот это как раз не бюджетный случай, но это просто, когда я увидела, я подумала, что это Шанел. Потому что, посмотрите сами, это невероятно красиво. И вот эти ракушки. Ракушки, на мой взгляд, которые крупные, они немного эксасим, немного... Вот это такая вещь, которая прям вот кидается в глаза дорого-богато, но в хорошем его смысле. Очень банальная вещь, и то, что Асос вот такие вещи представляет, это потрясающе. Мне просто скорее хотелось показать вам, что такие вещи на Асос тоже есть. Следующий вариант, и это, когда я увидела, у меня сразу self-portrait. Это еще один бренд, который я очень люблю. У них тоже есть как раз такие кружевные платья. И self-portrait, да-да-да-да. И это тот, опять, вариант, когда за 100 долларов можно взять аналог платья за 1000 долларов. Очень красивое, очень женственное. Мне очень нравится у него цвет. Dusky Lilac. Такой пыльно-розовый, пыльно-лиловый они его называют. Опять же, вот это такая вещь, которую я вижу многофункционально, что можно надеть, например, поверх turtleneck. Начинаю забывать все слова. Будете на меня ругаться, что ты что не умеешь по-русски? Этот, водолазка. Например, с водолазкой более грубыми какими-то сапогами. Можно с женственными туфельками и так далее, и тому подобное. То есть много как можно. О, следующее платье, это просто... Ой, почему я вся в земле? Следующее платье, это невероятно стильное. Тоже это тот случай, когда вот оно будет очень круто смотреться поверх, например, водолазки черной или белой или серой. И само по себе очень круто. Или поверх какого-нибудь бралета или на голое тело. Это просто потрясающий крой и очень-очень какая-то стильная комбинация всего. Потрясающее платье. Есть размеры? Только один-два размера осталось. Ох, ребята, просто вот купите ее кто-нибудь. Оно потрясающее. Сама такое хочу. Следующий вариант, мне кажется, многие хотели бы такое попробовать, но просто не всегда решаются. Это платье-пиджак или платье-таксидо. Токсидо это... Вставлю на экран, не помню, как называется. Стильный-стильный вариант. И опять же для девушек с различными-различными фигурами. Классно смотрится. Вот здесь они представили это сокбут. Мне кажется, будет классно и с грубыми сапогами, и сапогами мыши колен. И в общем, по-всякому это можно считать. Можно надевать поверх брюк. И мне нравится у этого конкретно платья цвет. Он такой небанальный красный. Следующее платье тоже еще тот вариант, который я называю на каждый день в моем исполнении. Это такая клетка серая. Красивые рукава такие с фрилл, с пояс, которые я бы лично использовала еще и с другими вещами. Я люблю, когда можно, знаете, мультифункционировать. К нему нет претензий. Есть размеры, и размеры есть. Тоже очень классная базовая вещь. На учебу, работу и все такое. Следующее платье свитер грубые вязки. Цвет такой бежевый. Его бы, скорее всего, я добавила какой-то грубый ремень. Если вы помните мой любимый ремень Гуччи, я бы добавила что-то такое. И я бы носила это, наверное, не с сапогами мыши колен, а вот как раз с какими-то грубыми ботинками, как вот здесь и представлено. Остался только размер М, правда. Спешите. Следующее платье, это платье в клетку красное. И вот тоже это тот случай, когда здесь и необычный крой, и фасон, и удачная расцветка. И тоже на миниатюрниках девушках будет просто суперски. Здесь модели рост 160. Посмотрите, как органично смотрится и добавляет рост. И размеры есть абсолютно все. Следующее платье тоже что-то... Ой, подождите. Землей засыпало. Следующее платье, это тоже вот моя любовь, это то, к чему у меня зовет сердце по каким-то причинам. Это кружево поверх такой платья ночнушки и вельветовый чокер с завязочкой. Очень женственно, очень необычно. Мне вот такое прям нравится. Если размеры, размеры тоже есть. Мне здесь нравится именно сочетание цветов, что вот это такой зеленоватый изумрудный и бежевый. По-моему, очень выигрышно. И последнее из категорий платьев, это платье на каждый день. Я по такому бы ходила и по дому, и по всему. Здесь размеры есть все. У него удачный цвет, завышенная талия, вот эти вот фрилзы на рукавах. К ним претензий нет, тоже подойдет как очень худеньким, так и полненьким девочкам. Так, давайте дальше перейдем к тому, что, наверное, многие ждали. Это категория джинсы, брюки и юбки. Если вы девушка невысокого роста, то, скорее всего, вы знаете эту борьбу, чтобы найти, например, укороченные брюки, которые будут вам действительно укороченными, которые не надо будет подшивать. Так что сейчас я покажу варианты, которые я выбрала именно для вас. Первый, естественно, это стандартные джинсы. Они здесь называются как mom jeans. Я бы просто назвала это узкими джинсами, базовыми. Очень удачный цвет, на мой взгляд. Очень удачный фасон, посадка. Так что, если на вас такие сядут, это просто must have. Следующие тоже похожие на них, чуть поуже, чуть другие у них карманы. В общем, как вам понравятся, размеры есть вообще почти все. Это супер. Вот присмотритесь к таким. И как раз видно щиколотку, как надо. Если вы смотрели мое видео, вы знаете, что я очень люблю широкие брюки. И девушки невысокого роста, не бойтесь носить широкие брюки, особенно за высшую талию. Они сделают вам ноги от ушей. И не слушайте, когда вам говорят, что вам нельзя такое носить или нельзя носить кюлоты. Это просто, это бред. Это бред. Вот такие брюки мне очень-очень нравятся. Это классический вариант. Они такого богатого цвета. У них интересный кроец с выточками небольшими. И мне кажется, удачная ширина штанин. Размеры. Размеры есть вообще абсолютно все. Супер. Теперь тем, кто любит светлые варианты, вот такие вот бежевые брюки. Бежевые брюки тоже укорочены с защиплениями спереди. Эй, что-то на меня упало тут. Приятный цвет такой, не бросающийся в глаза. Я бы его сочетала с красным, потому что это очень выигрышное сочетание бежевого и красного. Не раз говорила. Вы просто представьте здесь какую-либо красную блузку или красный пиджак, например, поверх белой рубашки или белого топа. Просто огонь. Следующие джинсы с таким эффектом кожаных брюк. Но если кожаные брюки, это немножко для вас слишком смело или не к месту, то вот такой вот вариант, он идеален. И они в полную длину. Здесь у модели рост 163. Размеры есть тоже почти все. Или вот, например, тоже под кожу. Это леггинсы. И вот здесь они сочетали это с таким tank top с маечкой. Я бы это, естественно, сочетала с чем-то, например, какой-то свитер грубой вязки или что-то такое вот объемное с воротником, с рукавами. Это бы очень уютно и стильно смотрелось. Так, теперь кюлоты. Опять же, если вам говорят, что вы не высокого роста, и вам нельзя кюлоты, не слушайте этих людей. Они желают вам зла. Посмотрите, например, на азиаток, на вот японок. Как они это талантливо просто... Они носят это потрясающе. И они все... Росты даже 160, это просто в самом высоком случае. И на них не можешь налюбоваться то, как они органично и стильно выглядят. Так что не бойтесь, пожалуйста. Вот один из вариантов. Размеры есть. Плюс сайзов размеров, к сожалению, уже нет. А регулярные есть еще. Удачный вариант. И мне нравится, как они здесь сочетали именно вот с этой рубашкой. С обувью очень гармонично все. Вот эти брюки я нашла банально по причине того, что мне очень многие спрашивали насчет моих любимых укороченных брюк. Вот они фактически выглядят так. Это у меня они от And Other Stories. Вот это Asus Design. Классика. С ними можно невероятное количество образов и луков придумать. Это просто must have. И его же вариация только с завязками на поясе. Тоже достаточно необычно. Мне нравится, как вот смотрится вот эта деталь. 32 доллара, очень резонная цена. И есть все размеры. И его же есть вариация в коричневом цвете. Мне тоже нравится. Такой осенний, осенний вариант. И удачно они здесь сочетали с вот этой водолазкой. Размеры есть те, что побольше. Так, спортивный костюм из двух деталей. Я в таких хожу, например, еще и дома. Размер остался только один, к сожалению, но цена суперская и выглядит тоже стильно. Теперь по юбкам. У меня появилась идея фикс сделать какой-то образ с джинсовой миди-юбкой. И мне, например, очень понравилось вот это с пуговицами. Очень стильно смотрится. Множество, множество, множество образов с ней можно придумать. С различной обувью, с различными топами. Размеры есть не все, но если ваш есть, то обратите внимание. Теперь по базам. Если вы ищете именно базу на свою миниатюрную фигуру. Вот, например, юбка солнца черная, классическая, с куба. Материал. При нем мало что можно сказать, потому что это классика, как ее носить, я думаю, знают все. Следующий. Остался только один размер. Их очень мало. Но она потрясающая. Вот этот анималистичный принтан у красного с розовым. Очень-очень стильно смотрится. И вот эта футболка мне тоже понравилась. Тоже я на нее ссылку внизу оставлю. Чуть позднее, когда буду говорить про топы. Это видео будет просто миллиард лет. Посмотрите, как стильно. Просто супер, ребят. Теперь юбка миди карандаш из кожи. Суперски смотрится. Тоже я такое люблю. Это очень женственный силуэт. Ну вот must have есть размеры. Есть размеры те, что чуть поменьше. Если для вас кожа это что-то слишком смелое. И вы ищете классику. Вот черная юбка карандаш. Всего 16 долларов. Есть размеры и те, что побольше тоже. Отличный вариант на каждый день. Так и можно это придумать на выход. В общем, must have. И для тех, кто любит юбки покороче. Вот такая мини-юбка. Но не просто вот, а с пуговичками спереди. Мне кажется, она смотрится более интересно, чем стандартные мини-юбки. Она такой нормальной длины. Если вы девушка невысокого роста, то вы знаете, что возможно мини-юбки для высоких девушек вам будут до колен. И если вы хотите именно мини-мини, то вот это ваш случай. Так, ну и в завершение пройдемся. Так, солнышко у меня тут начинает уже вовсю слетить. И в завершение... И сейчас еще чихну. В завершение топы, блузки, рубашки. Все вот это вот. Мне очень понравился вот этот кардиган. Такой пыльно-розового светлого цвета. Очень интересная рукава. Небанальная вещь. Вот определенная небанальная вещь. Очень красиво. Просто очень красиво. И я представляю сюда, что его можно и с поясом вот как-то подпоясать его. И можно его с брюками, с юбками, с платьями. В общем, очень многофункциональная вещь. Оверсайз свитер. Если совсем серьезно, то оверсайз свитера это не проблема для миниатюрных девушек. Потому что можно купить любой нормальный свитер. Но вот конкретно мне вот этот понравился серый джемпер свитера. У него есть все размеры. Так что, возможно, вас заинтересует. Мне нравится, как они обыграли здесь это на модели. Вот такой еще интересный вариант для миниатюрных девушек. Мне понравился желтый свитер с вырезом на спине. Есть все размеры. Классно. Мне нравится, как они сочетали именно с синий джинсой. Здесь интересно. И мне кажется, было бы здорово еще, если бы это было не просто на голое тело, скажем, а на какой-нибудь бралет. Знаете, вот так есть красивый кружевной спиной. Сочетание вот вязаной шерсти и кружево бралет. Это всегда выигрышно. Ну, это еще интересный цвет. И, например, черное с желтым было бы так контрастно. Очень красивые варианты. Это просто вот кричит Гуччи. Ребята, так как я работаю в мире моды, у меня все это ассоциация, естественно, с высотой. Я полчаса уже записывала. Поэтому я даю вам еще такой референс к отсылку к высоким дизайнерам, когда смотрю бюджетные вещи. И это блузка такого лавандового лайлак цвета. Мне нравится, как она сочетается с юбкой. Но и сама по себе, например, с юбкой какой-нибудь карандаш или с юбкой солнцем. В общем, здесь множество, что можно придумать. И цена тоже приятная. Далее такой вариант Анетта. Это случай на ленивые дни. Бордовая блузка с коротким рукавом, когда хочется выглядеть стильно, но не хочется ломать голову. Просто любой низ. Джинсы, брюки, юбка короткая, юбка карандаш, джинсовая юбка миди. В общем, все, что я вам показываю, здесь оно взаимозаменяемое. Не заменяемое, а взаимосочетаемое. Так что, you're welcome. Размер остался только один, так что, если нравится, то спешите. Кто любит забавные рубашки, есть вот такая полосатая рубашка с французскими бульдогами. Очень она забавная. Мне нравится, как они сочетали ее с желтым, потому что сочетание черной и белой полоски с желтым, это всегда выигрышно. Мне нравится такой контраст. Дальше обещанная рубашка, не рубашка, а футболка Honey. Размеры тоже есть все. Мне нравится этот контраст розово-красного. С шортами тоже удачно сочетали. И, как вы можете понять, я люблю сама футболки с какой-либо дурацкой надписью. Так что, базовая, я бы сказала, вещь. Ну, далее классическая белая рубашка на миниатюрных девушек, потому что на них будут специально вшиты вышивки. И на вас, на ваш рост, на ваш размер. Так что это тоже мастхэфы размеры есть все. Это супер. Такой красивый базовый вариант. И здесь на модели как можно и с бралетом, с расстегнутым передом. Так и полностью застегнутым. В общем, это для работающих в офисе просто необходимость, мне кажется. Вот это просто супер. Прям потрясающее боди. Посмотрите, как она здорово расшита. И что мне понравилось, что она расшита не только спереди, как, знаете, часто это бывает. Я стараюсь как-то спрятаться тут от пятен солнца. Надеюсь, что никого не возмущает. Просто посмотрите, как суперски это смотрится. И вот именно с кожаными вот этими леггинсами. И с юбкой можно с любой. Очень-очень-очень стильный. Размеры есть все. Потрясающе. Потрясающе стильная вещь. Вот если... Вот понимаете, я люблю такие вещи, которые вместо обычной майки какую-нибудь вот такую вот интересную. В общем, это оно. Дальше на миниатюрных девушек вот такой полосатенький топ с опахом. Тоже базовая вещь. Можно вверх бралета, можно сам по себе. Есть еще, по-моему, такая вещь на плюс сайз. Потому что она выигрышно смотрится, опять же, на разных телосложениях. Ну, базовая белая футболка. Куда без этого. Размеры миниатюрным девушкам. Здесь рост у модели 160. И очень понравился в заключение мне вот костюм из брюки с пиджаком. Очень-очень стильный, небанальный такое вот сочетание цветов и принта. Потому что это не просто какой-то такой белый, а интересный, off-white белый. И черный тоже не классический черный, если это имеет смысл. И к ним же брюки тоже размеры. Вроде пока что, пока что есть. И брюки и сами по себе классные, но и как костюм двойкой тоже смотрится супер. На Total Black тоже потрясающе. Рост модели 160. И она выглядит очень высокой в нем. Посмотрите сами. И я думаю, что на этом у меня все. Я надеюсь, вы не против таких длинных видео. Я обожаю онлайн-шоппинг. И для меня вот такое видео, это прям чисто как шоппинг с подружкой. Как будто мы собрались за компьютером и рассматриваем различные вещи. Мне очень-очень нравится. Надеюсь, что вам тоже. Спасибо, что вы были со мной. Если вы досмотрели до конца, то я не знаю. Просто вы супер. Я вас очень люблю. Не забудьте проверить ссылки внизу. Если вам что-то понравилось, дайте мне знать в комментариях. Или каких вещей вы хотите больше, каких подборок. Я обязательно это для вас сделаю. А я пошла купаться на море. Потом я смонтирую это видео. Будут обязательно влоги, естественно. Я забыла сказать, что влоги будут. Будет много чего. Мне очень многим хочется с вами делиться. У меня просто волна вдохновения. Спасибо вам. Ребята, все, я уже пошла. Я никак не могу от вас оторваться. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за поддержку. Не забывайте подписываться. Я вас очень люблю. Пока.